Вот сегодня Виталий покажет нам первый урок, как он пришел в зал бодибилл, вот первый день он пришел в зал бодибилл, качковский зал, так скажем, и с чего он начал, вот сейчас начнем. Это было, как сейчас, 92 год, 92 год, я такой старый, вот, мы с товарищем пришли в зал, который потом отвалил. Да, который потом быстро сдрыстывал, через год, правда, но быстро, вот, ну и все началось банально с жима, с приседа, но установки тяги не было точно. Не делали? Нет, мы не делали, ну точнее тренер не показывал, а жим был четко. У нас в зале, на самом деле, как во всех, наверное, качалках раньше, все люди качали, точнее жали и качали бисепс, все. И все, низ на мало внимания, да? Да, я не видел, чтобы, ну, были, не, не, было пара ребят, которые много приседали, было, было пара ребят, но тогда я не обращал внимания на это, пока не сам не стал приседать. И мне очень понравился именно присед, потому что сразу был заметен прогресс, сразу ноги начали расти, очень быстро. Там буквально, я помню, что-то я пришел, у меня бедро было 53, что-то, 53 сантиметра, по-моему. Да, и что-то за, я пару раз потренировался, ну, не пару раз, там, пару месяцев, наверное, и уже было бедро, по-моему, 58, или там что-то, 80, ну, там быстро как-то. На белорусских молоках дрожжа, такие мощные. Да, вот поэтому, в принципе, с того времени начал приседать. Ну, и, конечно, жимы, жимы делали бицепс, ну, как-то так. Вот это были первые шаги. Нет, а как вы с гантелями работали или на станках, ничего? Нет, нет, там были, тренажеров было немного. Мало, у вас сантиметра и веса. Вот именно, тренажеров было мало, там буквально была тяга сверху, как обычно, вот эта вот тяга сверху, по-моему, а, кроссовер был, ну, и, по-моему, как приседания, лежим ногами, и все. И все остальное было штанги, гантели, все работали со свободным весом. Вот так было. Ну, ты как считаешь, со свободным весом лучше, да, результат? Я уверен, что со свободным весом это самое эффективное. В начале, когда ты приходишь тренироваться, самое эффективное, это освоить именно упражнения, простые обычные движения со свободным весом. Это очень важно для построения мощной мускулатуры, необходима, точнее, работа именно со свободными весами. Это главное, это основа, и этим нельзя пренебрегать. Тренажеры это для, придумали американцы, для того, чтобы помповать, закачивать туда кровь, ну, и, соответственно, для безопасности. Ну, и это вообще для инвалидов, я как называю. Ну, по большому счету, да, ты там садишься в тренажер, в принципе. Это потом, уже сейчас тренажеры более приближены, биомеханически приближены к чистым силовым движениям. Но я тоже, опять же, считаю, что это тренажер-то вспомогательный элемент, который тебе позволяет просто, просто в конце тренировки наполнить твои мышцы кровью, там, закачать, там, более, скажем так, акцентировать нагрузку на какую-то мышцу, и не более того. Стабилизаторы не будут работать? Нет, 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 конечно, согласен. Ну что, давайте, ребят, я сейчас Виталия попрошу, и он просто покажет нам пару упражнений сегодня. Ну, какие упражнения, и как он делал, по сколько повторений скажет, там, вам, начинающим, это для вас, начинающих, вставайте из компьютеров, на тренировку. Вперед, приколю тему одну. Очень много, очень много ребят, приходя в зал, почему-то смотрят на больших парней, которые сидят и качают, делают, точнее, концентрированный подъемный бицепс. Делается вот так, садишься, прямой угол должен быть, колено между рукой, и колено прямой угол, ну, и ты как бы сокращаешь всю эту тему. Вот такое упражнение. Оно очень эффективно, когда у вас большой бицепс. Когда большой бицепс, вы можете это делать за упражнение, оно эффективно для пика бицепса, работает на пик бицепса, все четко. Пока у вас нет огромного бицепса, ребята, вот ваш друг. Берем штангу, снимаем. Можете положить на край скамьи, неважно. Главное, чтобы вы взяли штангу, просто берете обычную штангу, обычный гриф, не нужно. Без дерганий, да, без ничего, спокойно. Совершенно верно. Вдох, выдох наверху. Вдох, выдох. Ни один тренажер вам не позволит биомеханически правильно и конкретно выполнить это движение. Оно считается базовым, формирующим массу бицепса. Вот, делается такое упражнение. А по сколько раз, сколько подходов? Это самочувствие, да, в принципе? По самочувствию, да? Нет, везде понятное дело, что везде в интернете тренера могут говорить стандартный какой-то набор. Можно по пирамиде это делать, например, 20-15, 2 по 12, 2 по 10, например. Но я лично считаю, что в начале, когда вы только пришли в зал, вам будет достаточно сделать хотя бы 3-4 подхода по 12-15 повторений. Все, больше не надо, ребят. Если, например, с грифом это делать легко, соответственно, по чуть-чуть добавляйте вес. Если есть в зале блинчики по килограмм 250 грамм, отличный вес. Не переживайте, не гонитесь за весами, не нужно там лишних телодвижений, вот таких вот. Да, да. Я видел это тогда 80-90 вешают, и они думают, они сильные станут там вот это. Нет, нормально, чуть-чуть довесили, спокойненько взяли, сделали 3 подхода по 12-15 повторений, и все, и перешли на следующее упражнение. Ну, вот как-то так. Но еще я хотел бы, знаешь, что ты подчеркнул бы? Ага. Я вот заметил, и ты сам это ощутил. Да, да, да. Что многие-многие, вообще многие спортсмены, не только бодибилдеры, да и многие, не делают растяжку после тренировки. Скажи об этом. К сожалению, да, но сейчас, например, растяжку вот заокеанские профессионалы, они делают растяжку. И оказывается, очень правильно делать растяжку после каждой тренировки, хотя бы в течение 20-30 минут. Это очень важно. Конечно. Потому что растяжка приводит к еще более эффективному наращиванию мышечной массы. Да, совершенно. Это доказанный факт. В интернете можете забить там растяжку мышц после тренировки, и вам выдастся очень большое количество материала. Я был дурак в свое время, что пренебрегал, даже своим клиентам говорил, да не надо растяжку. Да все мы это делали. Все мы так делали. Это нафиг не нужна. По молодости думаешь, что так. А сейчас очень жалею, очень жалею, что этого не делал. Так что, ребята, тренируйтесь, после тренировки растягивайте мышцы, не гонитесь за весами, веса догонят вас сами. Вот так. Это точно. Ну и пресс после тренировки, да, Виталий, как всегда? За прессом надо смотреть. Да, пресс. Постоянно. У нас в зале, в принципе, можно выполнить два варианта. Держи. Или же, вот, держи. Виси ногами, но это сложнее, наверное, немножко. Кому-то сложно, кому-то... Ну, можно сначала колени подтягивать к груди. Да, можно сначала подтягивать к колени к груди. Да. Выдох наверху. Ну, как-то так. В принципе, ну, я считаю, что подъем ног это самый эффективный способ для укрепления мышц живота. Самая эффективная тренировка для укрепления, для проработки прямых мышц живота. Вот, это очень классное упражнение, именно подъем ног. Ну, и, соответственно, можно делать скручивание. В каждом зале есть римский стул. Я даже показывать не буду, потому что это самое распространенное упражнение, которое покажут во всех клубах, во всех комплексах. Вы, когда открываете, например, любую какую-то методическую литературу в интернете, сразу выскакивает римский стул, и сразу вот этот кранчи, как их называют, или скручивание. Да, да, очень много. Очень много. Ну, что, ребят, показал вам Виталий, как он начал. Наблюдайте дальше, смотрите. Будем вас потихоньку показывать. Виталия буду допытывать. Он что-то скромничает, не хочет показывать свои секреты. Но я все равно его достану. Хорошо. Давайте, ребят, рады были вас видеть. Ставьте вот так пальчики вверх. Я уже говорил, я не люблю слово лайки, как собаки. Просто пальчики вверх. И все. Смотрите канал. И тренируйтесь. Вы были с Виталием Рудаковским. Спасибо.